Диалоговые площадки продолжают свою работу по всей стране. Бобруськ тоже подхватил современный и такой нужный мейнстрим. В 28-й школе в центре внимания будущий курс системы образования. Тема выбрана не случайно. От качества образования зависит будущее города и в целом всей страны. Учителя 28-й школы застрили внимание на дистанционном обучении. Прошедший коронавирусный год показал все плюсы такой формы занятий. Еще одной темой для обсуждения стала работа формулы «учитель-ученик-родители». Не только в школе, но и дома должен происходить процесс воспитания. Диалоговые площадки очень важны для того, чтобы открыть для себя что-то новое, узнать. И также посоветовать что-то новое другим. Также я очень рада присутствовать на таком собрании. И очень много нового узнала для себя сегодня. Диалоговая площадка – это как раз-таки то место, где мы можем высказать свое мнение. Нас услышат внести изменения в Конституцию Республики Беларусь для того, чтобы в дальнейшем условия образования пошли, наверное, в лучшую сторону. Готовить ребят к самостоятельной жизни невозможно без учета меняющих сериалей. Мы прекрасно понимаем, что школа развивает личностный потенциал ученика. Она должна обеспечить его качественными знаниями. Она должна обеспечить формирование и развитие тех компетенций, которые будут востребованы в экономике. Диалоговая площадка работает сегодня в 31-й школе. Дискуссию ведут учителя, и это правильно, отмечают все участники круглого стола. Еще древние философы говорили, в споре рождается истина. В частности, педагоги обсудили изменения главного закона страны – Конституции. Сегодня мы хотим услышать от каждого гражданина, в первую очередь от педагогов, проблемы, вопросы, волнующие не только педагогов, и учащихся, и родителей. И не только услышать. Мы хотим сегодня озвучить пути решения этих проблем. Мне бы хотелось, прежде всего, обратить внимание всего нашего общества и государства, наверное, сконцентрировать это внимание на тех проблемах, которые сегодня имеются в образовании. Надо сказать, что проблемы эти требуют озвучания. Более того, они требуют и законодательного какого-то решения. Шестое Всебелорусское народное собрание шагает в ногу со временем. С последними новостями отныне можно познакомиться и в Телеграм-канале. Также, напомним, на официальном сайте в разделе «Обратная связь» можно задать вопрос или внести предложение. Для этого нужно выбрать свой регион и заполнить заявку.